всем привет я очень рада что сегодня у меня получается записать видео и давно с вами не виделись и от этого встреча еще рада с ней если кто здесь впервые то меня зовут маша я веду давно очень этот канал но не регулярно к сожалению но все-таки я здесь появляюсь этот канал о вязании немножко гончарного немножко шитья всего понемножку в общем то и в общем можно сказать что это канал о рукоделии изначально я ввела его как канал иммигранта в канаду но потом это чем тема для себя для меня себя исчерпала и вот теперь здесь просто рукоделие ну и что-то еще может быть и начнем с вязанием я связала целых два плечевых изделия для меня это много потому что времени на вязание у меня сейчас очень мало но я очень люблю это дело это очень расслабляет поэтому я считаю что я прям молодец никаких законченных объектов у меня есть но у меня есть обновки пряжи а это тоже для меня большое событие потому что я давно сижу на пряжной диете и не знаю заметили в моем последнем видео или нет то пряжу покупаю очень очень редко но это был исключительный случай и я вам подробно о нем расскажу это бобинная пряжа еще немножко покажу керамику и немножко покажу шитье я тоже закончила два изделия в общем насыщенный выпуск я надеюсь пол получится и вам понравится начнем с законченных объектов по вязанию и я закончила вот такую прекрасную тунику это летняя туника по описанию японки midori а и называется это описание чайка прям по-русски так и называется потому что насколько я поняла она знает русский язык и ну по крайней мере может быть как достаточно хорошо я считаю знаю потому что ее instagram я сейчас напишу его на экране она некоторые посты прям пишет по-русски и достаточно приличный такой уровень языка что примечательно сди она обсуждает своем профайле так сказать от первого лица проблему как раз авторских прав как бы не провокационно звучала эта тема как бы она всем не надоело и как бы безысходно все не звучало но просто мы говорим об этом обычно теоретически но вот я хочу вам практически привести пример то что почему человек начал выпускать описание на русском у нее есть на японском на английском на русском потому что именно потому что она видела что ее описание перевели другие люди на русский язык видимо ей кто-то скидывал и продают зарабатывать на этом деньги она от этого конечно же ни копейки не получают японцы очень деликатный народ и даже если они очень прогневанные или очень обиженные они это никогда не выскажут поэтому в ее постах это звучит очень мягко и она просто пишет о том что она часто обновляет свое описание если вы приобретаете описание официально то вы потом получите обновленную версию совершенно бесплатно например она приводит такой пример что описание ролю ранункулос это очень тоже ее популярные описание изначально вышло в одном размере но потом по просьбе подписчиков она делала градацию и сейчас там несколько размеров естественно кто покупал на русском языке на сайтах типа вижу и так далее которые просто берут и воруют описание у дизайнеров переводит их и продают за такие же деньги то есть это по сути воровство то они не получают никаких обновлений исправления ошибок и так далее и она как бы призывает покупать ее описание именно у нее на сайте раввари и кстати она ну я считаю стоит недорого но стоит около пяти долларов то есть это в районе 300 рублей мне кажется что это такая средненькая цена даже для российского вязальщи российской вязальщицы я понимаю что в глубинках люди получают там по 10 тысяч рублей 300 рублей заплатить за описание это много я это все понимаю но тем не менее если вы как бы собираетесь пользоваться платным описанием то все таки мне кажется было бы логично оплатить труд кто это делает как заработок иначе можно выучить все самому сделать расчета самому связать такую же модель по своим расчетам я думаю это будет не очень сложно но вот это вот описание мне кажется и сама модель просто идеально сделаны мне не к чему придраться здесь очень большой росток росток здесь примерно наверно вот такой ну прям вот такой здоровый чтобы сидела вот именно вот эта v-образная горловина подобающим образом потом мне нравится что пройма здесь тоже не асимметричны то есть на спинке пройма больше чем длиннее точнее чем на переди а потом что еще из таких ну вообще мне кажется что это настолько универсальная и хорошо продуманная модель сразу видно что у человека скорее всего образование в этой сфере то есть это не просто вот туника да она именно продуманную посадка продумано положение и фигура пройм и вот честно я сейчас вставляю видео да как это смотрится на мне фотографии мне кажется это очень удобный универсальная модель вообще для любой фигуры для худых и для полных и она именно вот как я связала она подходит там и написано для платья для юбки потому что она немножко укороченная свою увеличила на два с половиной сантиметра потому что у меня удлиненная спинка сама по себе и мне кажется у меня получилась идеальная длина которая мне очень нравится но чем еще уникальное ее описание тем что она дает очень много вариаций ну что вы можете изменить есть три вида рукавов рукава то есть вот такой короткий рукав есть рукав три четверти широкий и есть длинный рукав узкий вообще по описанию кстати это пройма должна обвязываться айкордом я попробовала мне не понравилось почему потому что это все-таки толстые хлопок с альном и с вискозой и получается как бы аккуратно ты не старался набирать петли как бы аккуратно ты старался не вязать мне у меня получилось не аккуратно вот это вот сам переход вот этот до стык между айкордом и проймой в общем было некрасиво поэтому после утюжки мне кажется выглядеть довольно таки аккуратно и и мне этот вариант больше понравился я пошла с ним вяжется вот очень очень быстро поэтому если вы ищете быстрый вариант связать и получить результат это но потому что вяжется на шестерке и связала я буквально ну знаете если вы по вечерам вяжите по пару часов то за неделю вполне себе реально связать я вязал по м пару недель не каждый день по часу максимум по два и вот он результат вообще начинала я вязать из шерсти но я налажала с горловиной вот здесь две полоски вот таких идут до посередине где петли а в общем то прибавляются потому что начинается вот отсюда вязание и я неправильно прибавляла с одной стороны не почитала как это делается то что у нее еще каждое обозначение отдается видео то есть вы можете открыть видео посмотреть как вяжется та или на петля которая у нее там обозначена я этого не сделала я это сделала просто по описанию и оказалось что я неправильно поняла и меня получалось с одной стороны косичка с другой стороны не косичка вот и я посмотрела у тестеров и многих кто закончил этот проект вы можете на раввл рейд на странице у нее посмотреть очень много людей закончить там больше 80 законченных работ всех вариаций в любую там разные пряжи в общем посмотреть вдохновиться очень многие люди так связали вот как с ошибкой то есть у них косичка а вторая сторона не косичка и я такая думаю ну в принципе нормально смотрится но с другой стороны это такой центральный элемент он притягивать на себя взгляд я решила что надо перевязывать когда я решила что надо перевязывать решила о мне же есть летняя пряжа да я попробую вообще подойдет мне эта модель как она будет смотреться захочу не захочу в общем я влюблена в эту модель сто процентов я буду повторять ее в шерсти единственное сожалению что я не приобрела к сожалению когда я покупала бобильную пряжу что я не приобрела какой-нибудь красивый ли он в какой благородном оттенке и меня честно сказать немножечко немножечко как бы сказать не в восторге я вот от этих цветов сейчас я подробнее расскажу о пряжи немножко сейчас еще закончу с моделью в общем буду повторять обязательно эту модель в шерсти пока еще не определилась с каким рукавом потому что я это буду носить сверху платьев или с юбкой на талии до завышенной талии и в общем классная вещь еще у меня здесь ошибка которую я решила оставить как элемент дизайна если вы видите у меня здесь получились такие дырочки да на самом деле в описании них нет и они не должны быть опять же я не прочитала как вяжется то есть там написано прибавьте петлю из протяжки между лицевыми петлями я просто набиралась протяжки петлю для меня почему-то не дошло что вообще то это скрещенной петлей делать я это знаю что из протяжки делается прибавка скрещенную петлю ну вот не знаю в тот момент почему-то у меня вот так голову стукнуло я связала вот так и лишь решила не переделать то что в принципе это смотрится как элемент дизайна там просто шли прибавки вот закрытие здесь самое самое простое то есть в из скрещенной петли взял скрещенной в изнанке изнаночной закрывала вот самый обычный и она смотрится здесь очень уместно и очень хорошо набор петель не обычный то есть это не длинный вот этот хвостик а другой набор у нее есть тоже видео по нему и он выглядит как обычный набор но мне кажется что он более стабильный с одной стороны он немножечко тянется но с другой стороны он не растянется и это очень важно потому что весь вес лежит именно на это горловине еще по конструкции что мне понравилось мне кажется что это альтернатива хейбарду я знаю что его связал весь интернет кстати мне тут мы с сашей гриншанти разговаривали она такая говорит о все все вяжут эту чайку я немножко не поняла потому что я ни разу не видел что может быть просто я на мало подписано аккаунтов визуальных не потому что я снопа потому что у меня просто очень мало свободном времени я стараюсь приоритизировать то на куда я его трачу поэтому не очень мало подписок и я не видел чтобы кто-то вообще это вязал но я знаю что ольга кондратьева выходила видео именно по чайке и насколько я поняла по заставке она вязала какую-то совершенно другую чайку поэтому может быть саша напиши ты имела ввиду что вот которую кондратьева вяжет чайку потому что это другая чайка в общем мне кажется это очень универсальная модель который всем идет так что описание порядное очень очень подробно местами там есть в одном месте где я не поняла и не могла понять вообще что имеется ввиду я собираюсь написать автору чтобы она там немножко исправила потому что не всем может быть этот момент понятен хотя уже столько людей связали наверно все разобрались но тем не менее чтобы сделать жизнь проще тем кто будет вязать после я думаю что все таки стоит ей написать теперь по пряже это пряжа от drops называется беля на по-моему я вот тут подпишу эта смесь хлопка висхозы и льна как я сказала что цвета неплохие ну что они неплохие но настолько уже наверное я избалована хорошей пряжи что мне кажется эти цвета уже плосковатые неинтересные скучновато с другой стороны если бы может быть просто не настолько вот мне идут эти цвета но в общем я единственное что мне к ней нарекания это вот по цвету что на мне не под все идеально подойдет вот этот цвет но я все равно эту вещь буду носить мне нравится по качеству пряжи нареканий нет никаких я даже она превзошла мои ожидания я стирала кофту в машинке потом я ее немножко про утюжила и знаете она вот что она практически не изменилась вот какая была такая осталась размер кофты мне кажется я померила в длину там ширину все примерно то же самое осталось но она как-то немножко вот подтянулась и стали более аккуратными проймы после про утюжки и даже вот здесь вот знаете места тут шли прибавки сами понимаете что он в толстом хлопке прибавки будут ну не очень красиво смотреться да тем более полотно на шестерке то есть она такое довольно таки дырочатая вот здесь такие конкретные мне дырочки были но я решила забить потому что если посмотреть покупные изделия зачастую там вообще такой страх ужас там ничего не сходится все криво косо но мы на это просто внимание не обращаем в носке но я тоже подумал решила подзабить но в итоге после стирки и утюжки мне кажется что эти места в принципе не так уж плохо смотрится вот поэтому прекрасно переносит стирку прекрасно на ту чужилась струится петельки все ровные получаются в общем вот этому изделию я ставлю пятерку кроме цвета в общем очень жалею что мне нет красивого на или какой-то там летние смесовки у меня есть очень классный подарок стопроцентный шок но боюсь что для этого проекта все-таки то пряжа немножко тонковато плюс мне кажется вся фишка здесь именно в этой корловине другого цвета и у меня то пряжа кстати у меня на в двух цветах может быть стоит подумать об этом надо подобнее цветах о двух фактурах может быть стоит подумать но об этом я немножечко позже вам расскажу и покажу вам поближе тунику значит наборный край как я сказала выглядит как обычный но на самом деле он необычный и мне кажется он более стабильный как раз чтобы не расползался потом проймы предлагалось обработать айкордом я ничем не обрабатывала просто пропарила и хорошо проутюжила и мне они нравятся и так вот здесь вот такое сомнительное место да и здесь тоже но ну что вы хотите ну точнее не вы что я хочу это везде ли на шестерке из толстого летней пряжи прибавки но никак не сделать невидимыми но это просто нереально поэтому мне кажется что это просто придирание когда вещь на тебе этого вообще незаметно и мне кажется все прекрасно выглядит поэтому я решила не париться закрытие самое элементарное самое обычное вот она косичкой тоже смотрится очень мне кажется подходящий это просто резинка из крещенных лицевых и обычный изнаночный полотно ровная петли красивые вот эти вот накиды так сказать получившиеся это ошибка но она смотрится вполне себе ничего вот так что вот так вот вещь это смотрится все очень просто здесь на самом деле вяжется набирается отсюда вяжем вот эта галочка здесь прибавки идут потом вяжется очень большой росток видите как у раз так вот такой огромный обратными прямыми рядами начинается сзади и он идет аж вот до суда вот и потом вяжем просто здесь идут бабочки здесь идут потом при бабочки вниз вяжем вот в общем то и все здесь вот линия тоже реглана прибавляется просто петли через ряд по одной петельке такая красота и так второе изделие у меня был прекрасный кардиган это моя новая любовь который вы видели в прошлой серии в прошлом выпуске я его закончила и я невероятно довольна мне нравится все мне нравится универсальность модели что этот кардиган достаточно такой по фигуре мне нравится его длина мне нравится его ширина мне нравится пряжа вообще мне все нравится вообще все мне нравится и это очень редко бывает вообще какой-то очень удачный период а вот два изделия и я их полностью закончила все тут концы все прибрано пуговицы все чего надо сделала и мне не нравится это бывает крайне редко в общем давайте по порядку значит это у нас кардиган который называется филиппы описание от изабел креймер и она только есть на английском языке но опять же как вы знаете я пропагандирую не стесняться и легко осваивать в общем-то русские точнее английские описание потому что придется выучить буквально несколько понятий и потом вы будете вязать без проблем тем более что есть google переводчик который по фотографии вам переведет все что там написано а потом там все сокращение аббревиатуры там просто надо будет ну знаете будет тяжело может быть только первое описание потом вы прекрасно разберетесь но так как у нас девчонки молодцы все сами рассчитывают мозги работают я думаю что подобный кардиган рассчитать будет нечего делать это вот самый простой кардиган единственное у него интересная конструкция он без шивной он как бы в сточным рукавом то есть все как надо но у него нет шов ничего мне не надо было шить как же он вязался сначала набиралась на дополнительную не так сказать вот здесь вот петли по плечам немножко не прям вот на шве да немножко назад потом вязалась спинка соединяла здесь все вот здесь дополнительным набором и что мне не нравилось что этот набор был настолько эластичный что вот это вот вся конструкция на плечах она просто разъезжалась мне кажется что со временем горловина просто растянулась и это было бы просто ужасно поэтому вот здесь я пришила вот такой кусочек хлопковой ленты который я сама сделала из кусочка хлопка и во-первых мне кажется это классный элемент декора во-вторых ну это будет все держать на месте и кардиган будет долго служить потом спинка вязалась до начала убавок для проем где-то я из-за там будут какой-то кусок потом вот отсюда вот распускался набор и вязалась начало полочек как сказать на и вязалась полочка потом продолжалась вязать спинка и потом все это соединялась в круг и вязалась круг прямыми и поворотными и обратными рядами вот и из-за этой потом готовы пройме набиралась вот отсюда рукав и вот короткими короткими рядами вывязывался из проймы рукав получается никаких швов но в то же время этот рукав как бы в точной все равно все равно он не будет так разъезжаться и тянуть на себя кардиган да если бы я сделала регланом реглан все равно если ну как по моему мнению если вы вяжете регланом кардиган и носить его нараспашку он немножечко может сваливаться с плеч и сидеть ну не идеально а вот такую такая конструкция мне кажется будет сидеть немного лучше вот потом здесь вяжется внизу вот это вот резинка и планка вязалась потом набиралась и вязалась вот так вот по кругу что еще из примечательного мне понравилось что при переходе на все планки вяжется ряд изнаночных петель это очень классно так отделяет еще мне понравилось что поднятие петель оговаривалась размером спиц намного меньше чем основное полотно по основной полотно я вязала на четверке поднимала по моему на 275 и планку я вязала помна три с половиной или на тройке не помню в общем намного меньше были петли и поэтому нет никакого перехода все смотрится очень аккуратно и красиво потом мне здесь понравился способ вывязывания петель для пуговиц очень получились аккуратные петельки вот но что мне немножко смущает что я посмотрю как все это будет носиться возможно я потом со временем я посмотрю если будут растягиваться планки от пуговиц я просто выкрою еще раз вот такие вот ленты но уже пошире и нашу их вот тут вот с руками не хочу машинкой ничего строчить мне нравится руками очень красиво аккуратно плюс это как бы дополнительная ручная работа это очень расслабляет и потом вот получаешь такой кардиган весь такой уютный еще с ручными стежками и вы даже этот хлопок я бы могла взять какой-нибудь однотонный но у меня он с такими какими-то куколками правда тут целиком с цветочками в общем очень мне кажется мило и атмосферу такую придает классно вес кардигана около 400 грамм я вам точно подпишу на видео то что я не взвесила перед видео это пряжа холдсгарн но был 95 процентов джилонга 5 процентов кашемира джилонг это такой вид овцы у которой очень классные уникальные шерсть она длинная следовательно на мало пеленгуется она очень мягкая и кашемир придают невероятную мягкость тоже и если этот кардиган постирать машинки а это можно делать но нужно быть очень аккуратным и смотреть чтобы машинка имела функцию именно холодной воды прямо из крана потому что холодная вода холодной воде рознь и нужно следить режим проверять сначала на образце потому что есть очень много печальных примеров когда стирали эту пряжу машинки и пряжа садилась ну сваливалась да у меня такого не случалось я стирала много раз эту пряжу машинки ни разу ничего не свалялась и получался шикарный пушок честно скажу пока что я этот кардиган еще не стирала в машинке стирала только руками своим кокосовым мылом очень хорошо она у меня сняла пропитку и я не стала стирать машинки уж он была старая машинка она выбивает слишком много пуха кашемировал выглядело шикарно просто вот прям кашемировая полотно такое очень пушистая если кто-то помнит мой свитер с оленем но немножко дает быстрый пилинг так такой пух поэтому я решила сильно не вытаскивать оттуда кашемир пусть он там будет чтобы было меньше пилинга со временем она и так оттуда вылезет про кокосовое мыло еще скажу минутка рекламы это мое собственное производство она идеально снимать пропитку с пряжи поэтому если вы любите бобильную пряжу это прям таки не побоюсь этого слова мастхэв я редко что прям так могу рекомендовать но это правда вещь которая уже проверена многими моими подписчиками и они жильцовы покупают это мыло в общем я бы пускаю продаю в россии в розницу можно купить у они жильцовой на сайте вот подписывая ночь экономичные твердые и не только бобильную пряжу можно мыть но и фрукты и овощи она абсолютно биоразлагаема полностью смывается водой и очень хорошо все отмывает даже какие-то вонючие завонявшиеся тряпки кухонные вот просто идеально или же если вы хотите закупиться сразу для всей семьи от пяти кусочков отправляет по россии моя мама может и за границу отправить но у нас такая акция что пять кусочков стоит 1500 рублей с доставкой но если за границу то нам придется пересчитать доставку потому что было достаточно тяжелая может весить от 140 там до 200 грамм там разный вес мы стараемся как бы ну как-то уравнивать до вес чтобы примерно всем одинаково доставалось вот поэтому вы можете либо просить купить у они один кусок либо вот за 1500 доставка у моей мамы но предупреждаю что 20 августа мама моя приезжает ко мне на полгода поэтому хотя нет я могу сестру попросить будет сестра про отправлять пишите мне в инстаграме в личку в директ и вот мой инстаграм и я вам могу все это устроить вот в общем то что а хочу я постирать этот кардиган машинки потому что мы слава богу поменяли машинку на свой день рождения я у мужа попросила подарок новую машинку и смеем смеялся долго на эту тему потому что мне казалось у меня такое правило было что бытовая техника это для всех и она не должна дариться женщина на день рождения но поскольку у меня и так все есть и по сути мне ничего не надо от машинка мне очень нужна и просто так мы бы ее ну не сразу бы купили то это был прекрасный повод ускорить это событие поэтому я думаю что в этой машинке я с удовольствием постирают кардиган поближе я вам его покажу сейчас все швы все вам там покажу решила вам вот поближе все показать как что обработаны узлы чтобы если что дать вам какой-нибудь может быть идею вот здесь вот где был набор между плечами я пришила такую хлопковую ленту просто отрезала широкую полоску подогнула ее по сторонам про утюжила и вот так вот ручными стежками и и пришила вот смотрите на нижний ряд и мне это нравится я спокойно бы могла пришить это на машинке у меня все это есть но мне нравится именно ручные стежки нравится print и мне кажется он идеально вписывается цветовую тематику этого кардигана в общем здорово хочу потом со временем вот сюда пришить такую же ленту чтобы не растягивалась планка теперь как я закрывала вот посмотрите это имитация наборного края шов назад иголка делается иголкой я здесь переходила на 275 при заряд до закрытия получилось очень аккуратно а вот посмотрите на планки я забыла перейти на меньшие спицы и вот эти вот петельки немножечко вытарчивают но мне кажется что после стирки в машинке эту проблему идет на горловине в принципе этой проблему я вообще не вижу то же самое я делала на рукавах и посмотрите это цель навязанная планка которая просто из полотна сразу же вяжется но переход изнаночных вот это ряд изнаночных мне кажется делает очень красивый переход то же самое здесь теперь петельки как по мне очень аккуратные петельки которые не растягиваются и у них такое интересное вывязывание поэтому если вам интересен этот способ напишите пожалуйста или может кто-то знает где он уже снят можете разместить ссылку под в комментариях чтобы другие видели и мне тогда не надо будет ничего снимать здесь укораченными рядами вывезен рукав очень аккуратные подрезы мне нравится очень аккуратно смотрится здесь изнаночная петелька по которой шли прибавки потому что это кардигана а силуэт вот в общем то и все вот такой получился кардиган и в мой гардероб он впишется просто идеально невероятно им довольна вот так вот так что думаю что это все я очень довольна следующий проект помните я говорила что хочу связать кардиган лапопейсу для сима но походу он у меня опять откладывается потому что через неделю мы едем в отпуск на кемпинг и я не хочу выбрать такую новую сложную для меня вещь которая требует расчетов которые требуют схем которые требуют там смены 500 ниток и там спиц я хочу что-то более-менее простой чтобы селый вяжешь поэтому я не знаю что я буду вязать следующее возможно даже я опять же возьму эту чайку просто в другой пряже теперь хочу вам рассказать о новой пряже и это вот такое количество огромное посмотрите и это просто вот не знаю самая нереальная пряжа который можно только себе представить это просто мечтали бы вязать поэтому простите пожалуйста меня что я можно сказать хвастаюсь ну вот я сама себе завидую и просто не могу с вами не поделиться потому что такое реально мне кажется случается раз в жизни такая вот такое везение в общем история пряжи какая это пряжа из вули но вули не питерского у а латвийского которые находятся в риге в общем-то который головной вули в общем какая история смотрела я на всех как там все покупают бобинную пряжу вули тра-та-та и даже не думала об этом мечтать но моя саша гриншанти начала мне как-то говорит что ты знаешь есть вули вот это в риге тра-та-та в общем у нее подруга ездила туда в отпуск саша я надеюсь я не выдаю тут твои секреты какие-то великие я просто скажу в общих чертах и она там прикупила себе в общем то пряжи и привезла точнее саши она прикупила саша там все выбрала и мне саша такая вот это купила вот это и кашемир этот 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 это когда у болинка круто вообще здорово и вы представляете мне так на голове сзади сидит сзади маячит такая мысль что я бы тоже хотела такую пряжу и тут я провожу прямой эфир и ко мне в прямой эфир заходит девушка вика и у нее прямо в нике написано что она из риги и она мне что-то там пишет и я такая говорю ой как здорово у вас в риге там есть вули и все такое она такая мне потом директ пишет я могу привить тебе купить и переслать верю спасибо но наверное я не скоро воспользуюсь этим предложением потому что первых у меня есть какой-то запас пряжи во вторых платить за доставку ну в общем я считал что она того не стоит и тут буквально через несколько дней моя знакомая которая живет рядом со мной объявляет что она летит в ригу на неделю и в общем так сложился разговор что она предложила мне привести то что мне надо в общем я вику и вот эту мою знакомую напрягла и все случилось и теперь это все у меня в общем моя знакомая наверно была в шоке когда она увидела сколько ей придется везти потому что она сказал что она ей только с ручной кладью я это еще обрезала я хотела в полтора раза больше покупать нужно эти же дорвалась так дорвалась но потом пришлось урезать но в итоге все что я урезала века мне положила в подарок но не все она свою другую совершенно пряжу мне положила в подарок но я имею ввиду по объемам наверное примерно так же вышло в общем хватит уже был там не давайте я вам поделюсь с вами своей радостью значит у меня здесь есть вот такой вот кашемир я знаете забыла как он называется сначала я почему-то не обрезал что это от лора пиано но это не лора пиано напишите кто знает это вот этот шнурковый бобильный кашемир который мне кажется у ани пол вот даже такой же цвет она показывала видео мне кажется даже такой же но цвет очень трудно передать потому что когда мне его присылала вика на фотографиях мне вообще он казался каким-то коричневым и я очень переживала что он коричневый и писала терроризировала я горела века я не хочу коричневый кашемир он не коричневый графит его на фотках прям вот коричневый был в общем в итоге цвет у него немножечко с коричневинкой но это серый коричневый это графит вот я бы сказала что это графит она правильно точнее сказала вот у меня здесь образец я связала это образец на пятерки и когда его вяжешь он достаточно ли что потом вот он разбухает становится красивый у меня 600 грамм и пока что я не знаю что точно я из него буду вязать картинка еще в голове не сложилось но блин это тоже такая шикарная пряжи на больших спицах это мне кажется будет удовольствие это будет быстрый проект просто какой-то нереальный цена конечно тоже ну она дорогая естественно но это я посчитала сколько я денег сейчас экономила что-то там наверное больше 500 долларов нежели я вот эквивалент этой пряжи покупала бы здесь да я бы точно 500 долларов может быть и больше я сэкономила потом королевская альпака на шелке вот эти вот реально мысли какие-то вот они прям сбывать уже боюсь что-то думать и говорить потому что вот это сбыть так бы сбыть мечт она мне на самом деле пугает потому что я против визуализации и вот этих досок мечты потому что у нас есть как бы сказать блага запас благочестия до наших как сказать добрых дел поступков мыслей которые мы можем использовать эту энергию на реализацию тех или иных вещей и если я буду тратить свое благочестие свое наработанное запас энергии на то чтобы купить новую пряжу или там не знаю еще что но это очень грустно другое дело если бы мне надо было например вылечиться в какой-то болезни а вдруг я в будущем очень сильно заболею а я уже всю свою благочестие на пряжу потратила ну так вот в общем это королевская альпака на шелке вы можете себе представить это нереально мягко и я честно говоря долго металась может быть мне вообще отказаться от кашемира потому что цена этой кальпаке ровно в два раза дешевле она по ощущениям ничуть не хуже вообще ничуть она невероятно мягкая и цвета на общем просто супер вещь я не знаю я до сих пор не знаю может быть нужно было больше тальпаки накупить денег сэкономите я бы вообще не проиграла в общем у меня 400 грамм серой потому что я думала все-таки связать может быть какое-то изделие с кокеткой тоже вот как жаккардовый и для контрастных цветов вот я купила такой черный это вот чисто знаете на кокетке контраст увязывать и у меня здесь еще вот такой молочный розоватый но я не знаю возможно это пряжи как бы много до 600 грамм у меня в итоге получается вот этот может быть я пущу семена штанишки зимние да а для контраста я просто отсюда смотаю и покрашу какой-то другой цвет например там горчичный у меня есть куча красителей для пряжи очень хорошее качество у меня сколько у меня краситель около 10 цветов разных когда вот я занималась покраской с подругой мы в ней на двоих покупали красители в общем пока что тоже не знаю пока все это лежит вот в задумках была именно какая-то лапу песи такой свитер это у меня значит да это все что я себе заказывала вот альпаку кашмир и в подарок века мне положила очень шикарный подарок здесь посмотрите сколько это все буретный шелк он совершенно не смотрится как шелк этот вид как вы видите но стопроцентный шелк когда его вяжешь он такой весь криво-кривой когда его блокируешь он становится немножко похоже на хлопок я бы сказала но это буретный шелк и очень приятная пряжа для летних изделий честно сказать я даже в планах хотела все бросить вязать из него летний кардиган но вот эта чайка мне попасть кстати как я нашла эту чайку я искала себе описание летнюю не описание а вдохновение я зашла на равны и любила сам кардиганс и смотрела все подряд и вот там вот это вылезла и я просто не смогла удержаться и еще здесь есть бобинка тоже это стопроцентный буретный шелк тоже твидовый но это букле и немножко цвет отличается не знаю как там видно на камере но это цвета вот я бы сказал черная ночь до такой темно темно-синий вот помните твит у кати был и я вязала из него платок вот такой же цвет темно-темно-синий вот это более светлый сейчас я так думаю может мне чайку из этого сделать вот этот как бы сделать например на кокетку а это ну на тело или наоборот в общем честно сказать я не фанат букле я не представляю что с ней делать вот серьезно вот века провести меня но серьезно не представляю но я знаю кучу примеров когда при применении фантазии даже то что казалось бы вообще никуда не применимо люди делают шедевры поэтому я верю что я что-нибудь придумал и в итоге я буду очень довольна и это будет шедевром ну покрайней мере я на это надеюсь вот такие вот мне новые приобретения пряжи и это просто ну вот просто что-то нереальное и я сама себе не верю что это у меня есть единственное о чем я жалею что я не купила какой-нибудь шикарный там лен благородных оттенков мне очень бы хотелось какой-нибудь оливковый вот такой знаете вот саша green shanties вязала маме тунику последнюю миную вот такой цвет конечно вообще просто нереально шикарный и я думала что я не буду летние вязание не для меня мне вообще не нравится этот это так и есть из хлопка бы я не вязала но вот эта чайка я бы ее с удовольствием связала именно в таком линии а так я не фанат летнего вязания но вот этот шок мне понравился тоже потому что он очень интересно блокируется теперь немножечко вам еще расскажу про мои швейные похождения как я говорила тоже моем прошлом видео что я собираюсь участвовать в марафоне у вики соус а и я в общем-то поучаствовала и сшила свое изделие и сейчас я вам ставлю ролик где дистальны показываю то что у меня получилось это можно сегодня его не И я очень довольна, но я все равно немножко не пойму посадку, хотя мне помогало, в общем-то, все это закалывать, посадку делать, профессиональная швея, и вроде бы она сказала, что все хорошо, но у меня не оставляет сомнения, на месте ли у меня талия, то есть спереди у меня выглядит, как будто талия на месте, но сзади у меня такое ощущение, что мне коротковата спинка, я не знаю, в общем, я поеду к Мишу, сомнения, она тоже профессиональная швея, и спрошу у нее совета, и тогда, если все хорошо, у меня будет идеальная выкройка, если нет, но опять же, я могу и делать с поднятой талией по ней вещи, да, потому что я к этому привыкла, у меня очень большой прогиб в спине, и мне приходится, всегда я покупала либо платье с завышенной талией, либо свободное силуэто, по фигуре я никогда ничего себе не могла купить, это, можно сказать, первая вещь, которая у меня по фигуре, именно потому что я ее сама под себя корректировала, и хочу вам немножко показать детали сарафана, как всегда по Викиным урокам, вещь не может не получиться идеальной, поэтому мне не стыдно показать ни одну ее часть, по задумке автора, все должно обрабатываться было вот так вот, косой бейкой, у меня косая бейка из чистого шелка, потому что опять, мне не хотелось тратить деньги на новые материалы, я старалась максимально использовать то, что у меня есть дома, ткань я покупала в прошлом году на распродаже, как раз хлопок с эластаном, это то, что сюда подходит идеально, и подобрала, просто опять же покупала остатки шелка, огромный пакет, что-то там за 10 долларов, и теперь вот куда-нибудь я его там притыкаю, вот как раз бейка, но шелка, шелковая бейка, очень тяжело в работе с ней, очень тяжело ее кроить, очень тяжело ее заутюживать, да все тяжело, поэтому я не решила не тратить время, решила попробовать научиться свою технику, вот я, пожалуйста, сделала кармашки, сделала центральный вот этот шов талевый, все остальное я обработала на верлоке, тем более у меня были нитки подходящего цвета, и все остальное вот да, и меня это нисколько не смущает, мне кажется, смотрится все гармонично, видите, идеальная изнанка, мне не стыдно, все швы тоже получились неплохо, и самое важное в шитье, 40% успеха, это важно тепловая обработка, каждый шов утюжим, и получается вещь как покупная, так сказать, петли делает вот моя машинка автоматом, в начале, кстати, у меня была ошибка, вот видите, здесь защипы, и я один защип пришила не в ту сторону, и я все надеялась, что будет незаметно, потому что представьте, сколько здесь узлов нужно пороть, чтобы все это переделать, но его заметил даже мой муж с первого раза, поэтому потом он мне подал идею не пороть все детали, и заново все делать, а просто вот в этом месте все распороть и переделать, так я и сделала, и заново прострочила, и получилось просто прекрасно, нигде ничего не видно, и исправила такую кричащую ошибку, низ здесь вот так обработан, в общем, мне очень-очень все нравится, потом я сшила платье для Симы, тоже по выкройке Вики Соус, называется она Мелания, платье сшилось, ну, буквально за 4-5 часов, я точно не помню, я сейчас вам тоже вставлю, как оно выглядит. Потому что я не уверена, что у меня есть фотографии, у меня полетел телефон, точнее, он не полетел, а я пошла менять батарейку на телефоне, и пока не меняли, они, в общем, его там что-то угробили, и мне дали абсолютно новый телефон, и хорошо, что у меня была резервная копия на компьютере, но неделя, по-моему, неделя вот информации, что у меня там новая информация за неделю скопилась, все-таки туда не вошла, и, по-моему, видео вот эти вот с Сименом платьем, где она в этом платье, у меня все-таки потеряла, но если ее нет, то вставлю, конечно же, сюда все. Вот, платье очень классное, я вам тоже советую, если вы никогда не шили, хотите начать, то можно вот по выкройкам детских вещей начать, потому что там подробный мастер-класс внутри, и вообще, если вы никогда не шили, очень хотите, советы вам именно Квики, она невероятный профессионал, в общем, я уже, знаете, настолько много ей, по-моему, хвалебный ход пела, что вы, наверное, уже сейчас выключите это видео, поэтому просто скажу, что это самый большой профессионал в рукодельном мире, которого я когда-либо встречала, невероятная девушка без, что еще самое важное, без гонора, без гордыни, которая очень скромная, ну, по моим понятиям, в общем, молодец, и вы 100% научитесь, вот меня спрашивали, как я научилась шить, все, благодаря Вике, можно приобрести ее курс какой-нибудь, потому что все марафонные курсы она потом отдельно продает у себя на сайте, или же можно просто выбрать выкройку, в выкройках тоже пошаговые фото-мастер-классы, и у нее даже есть бесплатные видео на ютубе, тоже по ее выкройкам подробно, подробно там рассказывается, как что шить. Сейчас у меня в планах по рукоделью, как я говорила, начать проект вязания, достаточно простой, возможно, опять же, чайку, и второе, это по шитью, я хочу сделать квилт, квилт, одеяло patchwork, потому что мне оно просто нужно, я решила, ну, опять решила, вот я решила, что я буду вязать только нужные мне вещи, связала кардиган, да, вообще, молодец, 5 баллов, но вот чайку я вообще, опять это было импульсивное вязание, поэтому я не буду зарекаться, что мне завтра в голову что-нибудь не стукнет, но вот мне нужно именно покрывало на семенную детскую кровать, чтобы прибирать кровать, все было красиво, и так как у меня есть целый пакет остатков хлопка, из него, думаю, получится прекрасный квилт, опять же, я хочу свои запасы материалов использовать, не покупать ничего нового, у меня уже несколько коробок ткани, хотя я ее особо не покупала, но у меня много того, что, не знаю, откуда что взялось, например, старые платья, которые я не выкидываю, думаю, что я буду семью из них там что-то шить, ну, в общем, хочу квилт сделать из этого хлопка, я купила вот такое пакетичи хлопка в магазине ткани за 5 долларов, это остатки, и как раз прекрасно хватит на одеяло, а может быть, даже и не на одно, вот такие у меня были планы, и еще немножко покажу вам гончарного, забрала последнюю партию своих кружечек, и, честно говоря, даже не помню, какие я вам показывала, какие не показывала, поэтому сейчас я вам вставляю фотографии моих там последних кружек, и самая последняя партия, я невероятно ей довольна, они очень получились качественными, красивыми, и они уже все на моем сайте есть, если вам что-то вдруг очень приглянулось, то вы можете написать мне, оплатить, либо на Paypal прям мне, либо на Сберкарс карточку моей мамы в рублях, и я вам это все отложу с вашим именем, когда мама поедет обратно в Россию, это будет в феврале, она может вам прислать. Все кружки в единственном числе, поэтому если что-то на сайте исчезло, значит этого уже нет. Вот, хотела бы вам еще вот что рассказать, мы ездили с Симой к знакомой на дачу, на дачу, в коттедж, и невероятно там отдохнула, вот знаете, Канада вот прям в ее натуральной красе, то есть там достаточно далеко от цивилизации, это озеро с уникальной экосистемой, там водится форель радужная, может быть нет, радужная же она белая, да, или красная? В общем, неважно, там водится форель красная, не белая, а красная, и вода там просто невероятная, то есть она не имеет запаха, все дни я умывалась той водой, и больше я ничем не умывалась, у меня никаких высыпаний, волосы мочила в этой воде, они были просто невероятно мягкие, никакого, как я говорю, запаха не было. В общем, насладилась, я отдохнула и впитала в себя природу, мне этого настолько вот не хватает в городе, хотя с одной стороны, ну, трудно сказать, что мы живем в городе, мы живем в таунхаусе, мы живем на окраине города, вокруг у нас много деревьев, никаких там высоток, заводов и оживленный трасс, но в то же время я себя все равно чувствую в городе, мне не хватает посидеть у костра, посмотреть на звезды, вдохнуть лесного воздуха, мне этого прямо не хватает. И когда мы туда съездили, я вот настолько подзарядилась, я вам сейчас буду вставлять видео, как там красиво, надеюсь, что вы тоже немножечко сможете вкунуться в ту атмосферу, и немножечко, может быть, получить удовольствие от этой красоты. Увидимся теперь в следующем видео, не знаю когда, потому что я вам все показала, все, что тут наделала за последнее время, но надеюсь, что через пару месяцев мы с вами все-таки увидимся. Спасибо за внимание и пока! Садимся вот на эту лодку, и вот там в центре реки, видите, понтончик, и туда плывем, вот тут очень много камней, приходится вот тут слева плывать, вообще это такое озеро маленькое, вот оно прям практически все в кадре, то есть вот маленькое, оно никуда не уходит. Здесь водится радужная форель, красная прям рыбка, да, очень вкусная, и очень теплая вода, и вот там вот можно купаться. Такая вот красотень. И вот сам домик, где мы сейчас обитаем. Ну что самое удивительное для меня, это то, что здесь я обнаружила мухоловки, видите, которые ловят насихомых, вот это, да, они и кушают их. То есть, вот видите, здесь прям стрекозы, мухи у них уже прям видно. Я думала, что они только в тропиках обитают. В тропиках мы тоже видели их, они тоже там такие же малюсенькие, в принципе они выглядят абсолютно так же. Вот, поэтому для меня это было очень удивительно, встретить их в таких северных краях. И вот это вот мне нравится больше всего вещь. Сосед у них построил, видите, этот вот памятник. Вот им трудно показать. Спасибо. 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 Спасибо.